Делегация Ульяновской области на прошлой неделе посетила Китайскую Народную Республику. Наш регион презентовал промышленный инвестиционный потенциал для 120 китайских компаний. Есть перспективы запуска производства медицинского оборудования, грузовиков, автобусов и дорожно-стоятельной техники. Планируем создать в Ульяновской области распределительный склад автозапчастей для китайских машин. Детально обсудили развитие туризма, экспорта, совместные проекты молодежной политики и логистические цепочки. В первую очередь Китай интересует продуктовая линейка нашего региона – подсолнечное масло, рапс и лен. Китайскую промышленность заинтересовала также локализация производств в Ульяновской области. На площадке подписано два B2B-соглашения, которые предусматривают вопросы взаимодействия по поставке запчастей для сельхозтехники региона уже начиная с октября текущего года. Ежедневно губернатор Алексей Русских получает жалобы на трудности с записью к узким медицинским специалистам. Тяжелая кадровая ситуация в здравоохранении сложилась по всей России, и Ульяновская область – не исключение. Чтобы исправить ситуацию, в регионе предоставляют меры социальной поддержки медицинским работникам. Предоставляется компенсационная выплата за работу в сельской местности – 20, 40, 60 тысяч за каждый отработанный год работы. Это единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей молодым специалистам при трудоустройстве на работу и последующая прибавка к заработной плате в течение трех лет. Кроме того, это предоставление служебного жилья, и за 2021-2022 год более 70 квартир было предоставлено медицинским работникам. Губернатор поручил главе ведомства разработать дополнительные меры поддержки медработников, не связанные с выплатами. 2023 год объявлен президентом годом педагога и наставника. Чтобы достичь высокого качества образования в Ульяновской области, нужны педагоги высокой квалификации. Более 1400 ульяновских учителей прошли повышение квалификации с начала года. Молодые учителя у нас прибыли в сельские районы. Учителя получат выплату в размере 1 миллиона рублей. И эту работу министерству надо продолжать и расширять. Это программа «Земский учитель». 5 октября вся страна отметит День учителя. В Ульяновской области тоже готовятся к празднику. Это повод выразить благодарность учителям и педагогам. Первый блок мероприятий – это торжественные мероприятия, посвященные Большой учительской неделе. В рамках этой недели проводятся всероссийские этапы конкурса «Учитель года», «Директор года России», «Мастер года». 2 октября Заволжский район на 2 часа остался без электричества. Виной всему человеческий фактор. Алексей Русских поручил разобраться и наказать виновных. В Ульяновской области начали давать тепло. С 25 сентября в больницы и школы, с сегодняшнего дня – в жилой фонд. Дороги и общественный транспорт тоже готовят к зиме. В этом году для Ульяновска дополнительно купили 45 единиц дорожной техники. Это поможет лучше чистить снег и бороться с гололедом. Завершая совещание, Алексей Русских анонсировал свою прямую линию. Открытый диалог губернатора с населением состоится во второй половине октября.